А что-то давненько у нас не было рубрики Реквием. Прям, реально давненько, последний выпуск был, короче, вот когда-то, да, когда-то прям давно он был. И, нет, дело не в том, что снимать больше не про что, вовсе наоборот. Скорее, причина в переизбытке всяких других рубрик на канале, и, в принципе, количество контента сильно, с одной стороны, увеличилось, с другой сократилось, думаю, вы это заметили. Но в целом, да, надо бы вернуться к этому формату. Тем более, что мой канал на Бусте поддержали вот эти вот потрясающие ребята, которые очень хотели ролик по Вахе, я знаю. Да, огромное спасибо Бустерам, без вас мне было бы крайне тяжело. Я напомню, что за подписку на Бусте вы получаете приятные бонусы, а также ранний доступ к сложному контенту, плюс я планирую выпустить эксклюзивный для Бусте ролик, сценарий к нему уже пишется. Так вот, к этой рубрике я решил вернуться, так как уже очень давно эта ММОРПГ напрашивалась на обзор. Эта ММОРПГ живая и мертвая одновременно. Эта ММОРПГ уже в 2008 местами давала защику некоторым современным ММО. И самое главное, это ММОРПГ, в который можно стукать юдишек, ну либо записывать их в книгу обид. Добро пожаловать, это Реквием по ММО, выпуск номер 13 уже, если я ничего не напутал. Вархаммер онлайн. Официальный WoW недоступен, да и хрен с ним. У нас есть лучший и бесплатный сервер WoW Sirus. Мне нужно переплачивать кучу денег за подписку. На WoW Sirus ты можешь играть прямо сейчас, совершенно бесплатно, и тебе в нем всегда рады. Больше 60 тысяч игроков в сутки. Несколько разных миров с разными условиями. Скорж. Мир с многолетней историей, и на нем доступны все ПВП и ПВЕ нововведения, а также уникальная система прокачки после 80-го. Для тех, кто хочет максимум контента и удовольствия. Алгалон. Сервер, приближенный к чистому 335А. Сервер идеально подходит для любителей ПВП, в нем отсутствуют какие-либо системы, влияющие на баланс, а режим сражений включен везде по умолчанию. Sirus это же самый свежий игровой мир, где ты можешь легко догнать топовых игроков. Неважно на какой сервер ты пойдешь, везде тебя будут ждать новые расы, такие как Зандалары и Озаренные Дренеи. Новые локации, например, Остров Толгород. Арена и ПВП на любой вкус. Sirus уже 10 лет, и за это время было сделано очень много нововведений, которые раскрывают мир военного ремесла на полную. А призовой фонд на сервере составляет уже целых 5 миллионов рублей за ПВП и ПВЕ активности. Переходи по ссылке в описании, выбирай игровой мир и покоряй новые вершины. Добро пожаловать на WoW Sirus. И один важный момент, который касается рубрики Реквием. Я решил попробовать новую практику для этой рубрики и использовать футажи с более скилловыми игроками и более массовыми зарубами в перемешку со своими, если я вдруг понимаю, что мои немножко подсасывают. Все названия каналов с футажами будут указаны в описании к ролику. Там, кстати, довольно много русскоязычных ребят, так что обязательно переходите, смотрите. Ну а у меня получится показать игру во всей красе, надеюсь. И начну, пожалуй, с того, что расскажу немного о вселенной Вархаммер, точнее об одной детали, благодаря которой незнающим, ну если такие вообще есть, будет проще осознать, что вообще происходит. И сразу предупреждаю, вселенная Вахи настолько гигантская, что лично я не знаю про нее практически ничего. У меня максимально примитивные познания, так что если кто-то из Вахаёбов заметит косяк, просьба сильно не выюбываться. Так вот, если вы не в курсях, то существует как бы два направления Вархаммера. Первая, более популярная, повествует о войнах межпланетарных и называется Вархаммер 40 тысяч. Именно к этой вселенной относятся всем известные космодесантники и большинство настолок от Games Workshop, которые приложили руку ко всему, что вообще имеет в себе название Вархаммер. Ну и серия RTS Down War тоже, конечно, по этой вселенной, думаю, все в нее играли. А еще в этой вселенной Лейман Рус жопошник и Магнус не предавал. Тупые шутки про Ваху 40К? Чек. Но есть и другая, более старая вселенная, которая и стала прародительницей Вархаммер 40 тысяч. Это вселенная Вархаммер Фэнтези Баттлс, появившаяся на свет вместе с одноименной настолкой, созданной в мрачных тонах темного фэнтези. Нормального темного фэнтези. Поддержку настолки закончили событием Конец Времен и выпуском другой настолки Вархаммер Эдж оф Сигма, который является преемником первой. Именно по Эдж оф Сигмар сделаны такие известные игры, как Total War Warhammer, или аналог Лифтача Вархаммер Верминтайт. Вархаммер Онлайн же существует все еще в оригинальной Вархаммер Фэнтези Баттлс. Тяжелый путь Вархаммер Онлайн, Эдж оф Реконинг, или по-простому Вахи Онлайн, начался, когда за ее разработку принялась студия Климакс Онлайн. Да, я бы компании с таким названием шибко не доверял. Однако в июне 2004 года проект был официально закрыт из-за того, что Геймс Воркшоп посчитала затраты на игру слишком большими. Но студия не сдалась и продолжила создавать игру на свои собственные средства, пока не столкнулась с другой проблемой – получением издательского соглашения. И эту преграду Климакс Онлайн преодолеть не удалось, и проект был закрыт, а лицензия на него снова стала свободной. Этим воспользовалась другая студия – EA Mythic, которая была заинтересована в разработке нового проекта с нуля и покупке лицензии, что ей довольно быстро удалось сделать благодаря давним знакомствам тогдашнего исполнительного директора студии Марка Якобса с некоторыми менеджерами Games Workshop. Так уже весной 2005-го разработкой Вахи Онлайн занялась EA Mythic, причем совместно с Games Workshop, которые следили за соблюдением канона Вархаммер Фэнтези Вселенной, где и происходят действия игры. И это дало свои результаты. Игра вышла в 2008 году и разошлась в 1,2 миллиона копий. Онлайн достигал 800 тысяч человек по всему миру, несмотря на то, что на старте возникали многочисленные проблемы со входом и вылезали различные тонны багов, но, проще говоря, начало оказалось весьма успешным, хоть и не без косяков. Но в таком случае вопрос, почему игра закрылась? Ну, началось все с того, что поддержка игры была недостаточно хорошей для такого проекта. ПВЕ игры поддерживать трудно. Нужно постоянно давать игрокам новые манекены для битья, новый экспириенс, новые вещи для многочасового гринда. А ПВП игру поддерживать еще труднее в этом плане. В 2008 году в целом понятие киберспорта было только в зачатке, и вряд ли Ваха смогла бы в киберспорт как таковой. Плюс к этому, игра была не без проблем, как я уже говорил, и в ней было крайне много багов, которые не фиксили годами, эпизодически в ней был крайне пососный баланс, а затем еще выпустили обновление Эджу Фриконинг, в котором попытались исправить ситуацию, но по сути сделали и только хуже. Так, в 2013 году количество игроков в Вархаммер Онлайн упало до 300 тысяч человек. И вы скажете, ну, это же по сути нормальные цифры. 300 тысяч живых игроков, они платят подписку, это вполне неплохо для хардкорного ПВП проекта. Можно было продолжать развивать. Нет, нельзя. Поскольку издателями выступала компания Electronic Arts, которая как раз в этот период начала жестко разочаровываться в жанре MMORPG, то результат был вполне себе предсказуемый. Electronic Arts тупо вырубили все 63 сервера игры, наплевав вообще на всех игроков, которые в нее еще играли. Да, там, наверное, не 300 тысяч онлайна было, а все-таки поменьше, но неофициальные источники говорят, что 1150 еще где-то оставалось, активных именно подписчиков. Забавная ситуация, не правда ли? Игра, по сути, даже не уходила в минус, она тупо не приносила больших денег. Я думаю, не стоит говорить, что негодование фанатов было огромным, учитывая то, что игра была фактически уникальной в своем жанре, а некоторые ее фич потом успешно были применены к World of Warcraft или Guild Wars 2, к примеру. Короче, Electronic Arts, контора пид***сов. Надеюсь, их главный офис метеоритом уебашит когда-нибудь. И да, самые часто задаваемые вопросы стрима. Ёпта, это шваха онлайн! Она разве еще не закрылась? А че, а как в нее поиграть-то? Если коротко, то в 2014 году две команды энтузиастов, в одну из которых входил один из бывших ключевых разработчиков, решили воскресить Ваху онлайн. Сначала попытались воскресить раздельно, проебались кучу времени бестолку, поняли, что смысла в этом немного, объединились, нашли какие-то исходники кусками, взяли клиент игры, забабахали эмулятор под названием WarEmu, и в 2015 году подняли свой сервер, который до сих пор активно развивают. Конечно, сразу встал вопрос на тему авторских прав. Я напомню, что права на игру принадлежат Electronic Arts, а права на вселенную воркшопам, и этим энтузиастам разрешили держать свой сервер, но только при условии, что они никак не будут на нем зарабатывать. Так что да, проект существует абсолютно без доната и монетизации, на чистом и голом энтузиазме, но это не помешало ребятам восстановить сервер до полностью играбельного состояния, восстановить почти весь контент игры, а также привнести какие-то свои фишки, например, они вернули расам стартовые локации, уникальные, чего не было в поздних версиях игры. Добавили новый рейтинговый режим, а также баланс у сервера тоже кастомный, что ему только в плюс. Итак, сервер называется Return of Reconing, и вот вам мини-гайд, как начать на нем играть. Все, что вам нужно сделать, это зарегаться на сайте, хотя на нем, конечно, тоже есть пара заморочек. При регистрации вам зададут вопрос, кто глава всей этой движухи? Надо указать Макс Хайман, потому что благодаря Максу Хайману этот эмулятор вообще появился. Затем скачать клиент игры и лаунчер, но файлообменник не пускает IP из России, их борьба. Так что заходите в паблик сервера ВКонтакте, и там есть ссылка на актуальный клиент торрента. Затем, когда скачаете клиент, просто перенесите папку в другое место, чтобы отвязать от торрент клиента, и снимите галочку только для чтения у главной папки и всех подпапок внутри. Уж с этим, я думаю, справитесь. Ну и, собственно, играть. Онлайн-сервере в пике достигает 2000 человек, что на первый взгляд немного, но поверьте, вам хватит. Я знаю, что говорю. Ну, справедливости ради, в летнее время немножко поменьше, но народу реально хватает. Замесы 100 на 100 здесь прям регулярные. Ну и нет, это не реклама сервера, как некоторые додики могут подумать, потому что разрабы серва бомжи и тащат исключительно на энтузиазме и сарафанном радио. Ну да ладно, а шоу у нас там с игрой. Весь Вархаммер Онлайн, начиная от сюжета и заканчивая геймплеем, завязан на конфликте между двумя противоборствующими фракциями. Разрушение и порядок. Если не углубляться в подробности, то все началось с древних, могущественных существ, которые могли повелевать пространством, творить жизнь и по сути своей напоминали богов. В своих экспериментах они начали создавать другие разумные формы жизни себе в помощники. Некоторые неудачные эксперименты они уничтожали, некоторые получили зеленый свет и путевку в будущее. Так появились люди, гномы и эльфы. Были и те, кто уничтожаться никак не хотел, например, орки. В общем, веселились древние от души, пока не задумали создать перемещение между мирами. Отгрохали огромные врата на полюсах и начали свой последний эксперимент. Врата взорвались и разрушились, разлетевшись по всему миру, а на полюсах возникло огромное количество энергии варпа, из-за чего те стали плацдармом для сил хаоса в этом мире, которые сметали все на своем пути. Все силы порядка фактически были уничтожены, пока эльф Келлендор не закончил ритуал и не запечатал большинство сил хаоса на полюсах, откуда они и пришли. В общем, силы порядка начали восстанавливаться и бороться с хаосом, который все еще проникал в мир, порабощал и изменял. И вот на этой борьбе условного добра и зла, как я уже говорил, завязана вся ваха онлайн. Графически и стилистически игра же напоминает World of Warcraft тех лет, вот именно классических, только выполнена она в более мрачном стиле. У местных жителей на лицах красуются шрамы, а на кольях часто можно встретить чью-нибудь голову. Да и в целом идет война на уничтожение, так что такая жестокая атмосфера и пейзажи очень даже к месту. Это вам не World of, Furycraft, где Орда Альянс теперь за ручку ходят в рейды, долетают на дракошках. Тут даже эльфы стрёмные настолько, что я того маму в кино бы не повел. В начале игроку предлагают выбрать сторону конфликта, порядок и разрушения, которые идентично друг другу представлены тремя расами, в каждой из которых несколько классов. За порядок впрягаются эльфы, гномы и люди, а за разрушения, понятное дело, хаос, а также темные эльфы и зеленокожие. С классами же все намного сложнее. Разделены они по классической схеме танк, хил и дд, но только с упором на баланс в пвп. Ситуация по классам тут следующая. Зеленокожие. Танк черный орк, самый жирный и тупой. Соло слабый, но под хилом рядом с хорошим дд, в тандеме может не кисло так навалять. Дд чопа. Разгоняет урон в обмен на выживаемость. Местный аналог вара из вов, чардж бх покинуть тело. Хил шаман. Вешает доты и хоты, чем-то напоминает приста из вов. Он и лечит, и калечит, довольно крутой гибрид. И даже может вполне успешно гангать в отдельном билде, но хилить тогда он никого не сможет, кроме себя. В общем, обратите на него внимание, тоже довольно интересный чувак. Дд пастух сквигов. Стреляет из лука и микро контролит своего пета. Может даже запрыгнуть пету в пасть и проехать на спринте какое-то время. По сути идеальный сейв. Уникальный класс у зеленокожих. Хаос. Танк избранный. Самый дамажный, наносит тонны ауе урона. Бегает, насколько я знаю, с двуручкой. Дд мародер. У него есть мутации, благодаря которым он подстраивается под разные ситуации в бою. Сложный, но крайне живучий в прямых руках. Уникальный класс для хаоса. Хил зелот. По сути работает через темные руны. Самый хилище хил. Дд магус или просто тарелка. Нед суммонер, призывает демонов, навешивает всякую гадость. Темные эльфы. Черный страж танк. Довольно разноплановый мужик. Неплохо танкует, может неплохо поддамажить. Этакий гибрид, в прямых руках неплохой, но довольно партийный чувак. Дд ведьма. Типикал рога, ватная, но дамажная и много контроля. Плюс стелс. В общем, один на один в прямых руках убивает практически любого. Любителям ганга строго рекомендуется. Уникальный класс для темных остроухих. Хил служитель кейна. Полноценный дд хил, в пачке отлично себя показывает именно как гибрид. Дд сорка. В целом, типикал сорка, стеклянная пушка. Ее легко забрать, если она не прикрыта, но если прикрыта, вам в хлебалушку прилетит тонна дамага. Что до сил порядка, то тут у нас расклад следующий. Дворфы. Танк айрон брейкер или бронелом. Жирный, но не очень дамажный. Хотя у него накапливаются обиды, когда вы атакуете игроков в его группе, от чего он разгоняется. Прикольная механика. Дд слэйр или берсерк, хотя для некоторых троллейбой. Это местный аналог чопы. Тоже разгоняется, чем сильнее дамаг, тем меньше дефа. Влетел, продамажил, забрал, умер. Рун прист, это аналог зелота, такой максимальный хиллер. И дд инженер. Ставит турельки, неплохо контролит местность. Уникальный класс для двурфов. Империя. Рыцарь пылающего солнца. Танк, чем-то похожий на блэк гварда. Мощно бафает и неплохо может шатать кабину с двуручки. Дд вич хантер, то есть боярский. Зеркало сорки, вооружен пистолетом, у него тоже есть стелс. В общем, этакий антирога. В общем, этакий антикастер. Воин, жрец, милихиллер, этакий местный холипал. Гибрид. Но больше все-таки в хилле играется. Класс неплохой, но требовательный к рукам и к билду. Хотя сам по себе довольно красивый. Дд огненный маг. Ебашит так, что мое почтение, но умирает моментально. Стеклянная пуха, чем-то похожа на асорку темных эльфов. Но скиллы у него, так сказать, огонь. Тупой каламбур, чек. Мастер меча. Это, собственно, танк, в основном с двуручьем. Аналог черного орка. Дд белый лев. По сути, зеркало мародера, но с приколом, что это мили-воин, рядом с которым бегает сраный пет. То есть, да, смесь пастуха-сквигов и мародера. Не для новичков, ибо требует микроконтроля пета. Дд воитель теней. Рейнджер, который может переключаться между стойками. И может либо бить на максимальную в игре дистанцию, либо бить на ходу в средней стойке, ну, либо навешивать пиздов в мили-стойке, слегка слабить врага дальнобойными атаками. В общем, класс крутой, но к ручкам тоже требовательный, ибо мансить между стоек жизненно необходимо. Хил Магесса, аналог шамана. Лечит и калечит, в зависимости от разгона в ту или иную сторону. Что-то классовая система Вахи онлайн, я ее просто обожаю. Во-первых, мне дико заходит этот класс дизайн, когда у тебя есть похожие классы, но даже аналоги или зеркала обладают какими-то совершенно уникальными фишками. То есть, класс геймплейно ощущается примерно вроде как похожим на свое зеркало, но все-таки в мелочах отличается, и это дает уже другой экспириенс. Это просто потрясающе, почти каждый класс тут обладает по-своему уникальным и интересным геймплеем. Есть, кстати, гендерлог у пары классов, но это обусловлено лором. Что касаемо развития, то тут все похоже на классический вов. У тренера приобретались новые обилки, хотя на ретурно в реконинг их выдают автоматически, а таланты распределяются самими игроками с получением уровня. У каждого класса таланты делятся на три ветки, и поинты для талантов раскидываются в сами ветки, от чего в них открываются новые способности и повышается уровень уже открытых навыков. От чего можно либо прокачать одну ветку, либо попытаться сделать что-то типа гибрида, что добавляет большего разнообразия в геймплей. Да, это этакий омашно классический вов, примерно там лкашной версии с его ветками талантов. Помимо обычных навыков и талантов, у героев есть еще тактики и эффекты боевого духа, что тоже, в общем-то, доставляет интересных возможностей по нагибу всяких там. Итак, чем же можно заниматься в пвп-ориентированной мморпг, где главная задача резать всех подряд, захватывать земли, фармить пвп-ранги? Да, можно заниматься... Пве, конечно, ну это же логично. Максимальный уровень персонажа сороковой. Это цифра для ммо небольшая, и поднять кап можно довольно быстро, буквально за сутки. Самое геморное это начало. Уровня этак до 25-го. Вот это прям жутко нудно и противно. Из пве активностей у нас есть квесты, причем квесты, как обычные классические из разряда подойди, возьми, сдай и не мешай, так и открытые, это ивенты на локациях, которые надо делать в группе игроков и соревноваться, кто больше вклад внесет, чтобы заутать более жирную награду. Квесты, как правило, проходят в несколько стадий, не в них есть, мать его, даже система фазирования. Не такая, как вов, более примитивная, но что-то близкое к этому. Учитывая, что игра вышла аж в 2008-м, подобные активности впечатляют, потому что потом что-то подобное перекочует и в другие мморпг. Ну и есть несколько данжей, примитивных, не особо интересных для современного прожженного игрока, но для разнообразия сойдет. Нет, конечно, если вы пойдете с дядлами рандомами, то вам и дедмайнс вов покажется сложным, но для сыгранной группы, а другие ваху редко играют, данжи вполне себе норм. В них можно отдохнуть и приодеться. И, конечно, есть система крафта, на которой можно нифигово поднимать голды, а голда тут на капе ой как нужна. Поэтому, как завещали деды и отцы, но кому это надо все, господи, прийти в аху и качаться на квестах? В данжики бегать? Ха-ха, юдишки. ПВП! Да, ПВП это то, чем живет Вархаммер онлайн. Жила, жил, когда был живой, и живет, когда недавно ужил. Да, неважно. ПВП здесь это целая наука. Например, как вам факт, что в вахе онлайн есть, по сути, две прокачки? Про левел, который тут 40-й максимальный, я рассказывал. Этот левел, собственно, нужен, чтобы пройти в топовые локации и открыть весь контент. А вторая прокачка – это известность. И вот уровень известности вам предстоит качать исключительно в ПВП и исключительно много. Максимальная известность тут 80-я, и, конечно, чем выше, тем жирнее шмотки и расходники у торгашей вам доступны. А если вы еще держитесь в топе ладера, вам статую в городе даже могут поставить. Прикольно. И, по сути, у вас есть два пути прокачки. И если вы будете бегать чисто в ПВЕ, то вы просядете по известности и будете сосать в ПВП на 40-м долгое время, но зато 40-й вы возьмете быстро. Так что нужно уже с малых левелов озаботиться о прокачке известности, что означает – уже на первых левелах вам прямая дорога на Махачи. А Махачи в Ахи Онлайн два основных вида. Первый – это сценарии. Классические батлграунды а-ля Вов, только с еще большим разнообразием локаций и режимов. Самых разных, с довольно разными условиями. Серьезно, местные БГ с точки зрения левел-дизайна крайне интересные и всегда ставят игрока в разные, прям максимально разные такие условия. Например, я вот когда играл за Лукаря, просто ненавидел сраный корабль, потому что там не развернуться и нормально не пострелять. Зато милики себя чувствовали великолепно. Кстати, на тему миликов. В Ахи Онлайн было гораздо больше прорывных механик, чем вы думаете. Я говорю не о всяких там пушках, с которых можно палить во время осады, чего в Вов, конечно, на тот момент еще не было, но тем не менее, без пушек как бы тоже нельзя. Нет, я говорю о таких вещах, ну, например, бодиблок. Если коротко, то все персонажи обладают особыми хитбоксами в бою, через которые нельзя было пройти врагу. Это был 2008 год, я напомню. И в обезаловку юзался такой тактический прием, когда танки просто закрывали щитами и своими телесами проход, создавая физическую преграду, этакий живой щит, через который враги не могли протиснуться и добраться до важных кастеров. Да это же просто охуеть, не правда ли? Вы просто представьте, насколько это расширяет тактические возможности при обороне какого-нибудь говна. Круто, да? Про что я говорил, да это? А, сука, ПВП. Да. Так вот, помимо батлграундов, то бишь сценариев, огромное количество времени местные проводят на так называемом РВР. То есть на опен ПВП локациях, которыми изрезана вся карта мира. Весь мир Вахи Онлайн делится на тиры. Каждый тир это махач какой-то расы против какой-то. Ну, участвовать-то могут все расы, конечно, но это именно что в выяснении отношений территориальных. Например, на одном фронте светлые и темные эльфы сцепились, на втором хаосы империя друг друга жестко мутузит, а на третьем дворфы зеленокожими выясняют, что лучше, дворфийский эль или грыбное пыву. Споры сопровождаются постуками, выбитыми жубами и регулярным занесением новых имен в книгу обид. Но эти три фронта относятся именно что к первому тиру стартовому. Логика подобного конструирования была в том, что на лоутирах будет самое большое количество игроков, и чтобы стабилизировать и рассосать их по карте мира, надо было дать каждой расе свою стартовую зону и схлестнуть нубов на разных лоу-левел фронтах. А уже потом, когда самые ссыкуны и целователи белочек в слезах удалят игру, потому что их постукал зеленый гигачет Биг Чопа, на остальных тирах все схлестнутся со всеми. В целом, когда игра была на хайпе, оно так, конечно, и работало. Но потом приток новичков в игру сошел на нет, и все расы запихали в одну Т1 локацию хаоса, чтобы этот самый Т1 не вымер. Что касаемо сервера Return of Reconning, то тут, конечно, новичков практически нет. Чего уж греха таить. И, как правило, весь движ происходит на последнем тире, иногда откатываясь, конечно, на более старые тиры. Система скалирования Вархаммер Онлайн это позволяет. И да, уже в 2008-м была ебейшая система скалирования, кстати. Это еще плюс в копилку шикарных для своего времени механик. Ну а суть сражений на локациях предельно простая. Фракция захватывает объекты и лутает за это очки в шкалу прогресса. Если чаша лесов переваливается в чью-то сторону Даталова, локация блокируется. И я не совсем до конца понял всю глобальность этой системы. Но если какая-то фракция захватывает большую часть этих низких локаций, становится доступна битва за два форта, а также за несколько ключевых точек четвертого тира. И если фракция захватит и это, открывается доступ к осаде столицы, мать его, которая проходит несколько этапов. Единственное, осада по эпичности тут не то чтобы прям крутая. Всего лишь 24 на 24 игрока, бой идет в несколько этапов. И на фоне какой-нибудь линейки 2, где если осада минимум не 100 на 100, значит можно сказать, что на нее никто не пришел. Осады в Вахе какие-то прям скромные. Но на локациях, конечно, лютое мясо. На локациях как бы и 100 на 100 махачи регулярные. Это тут нормально. Так что вот такая ситуация по Вархаммер Онлайн в 2022 году. На первый взгляд, Ваха Онлайн выглядит как в World of Warcraft, только про ПВП. Однако, во многих механиках это совершенно уникальная и замечательная игра. В ней есть фишки, которых нет в куче современных ММО. В ней отличная ПВП-система именно западного типа, без всяких там заточек, рандома и прочего. В ней есть шикарная классовая механика, где каждый класс это целая своя философия ведения боя. А еще в ней шикарная и очень дружная комьюнити, отсутствие доната. В целом, что это, если не идеальная ПВП-ММОРПГ, которую многие из вас ищут? Ну и минусы у нее, конечно, тоже есть. Все-таки над сервером работает полтора землекопа, в связи с чем работоспособность у него все еще далеко не самая идеальная. И контент здесь восстановлен далеко не весь, поэтому вам может довольно быстро стать скучно. Но это уже мелочи, что называется, на любителя. Ну серьезно, если в следующий раз задумаетесь, а во что бы мне такое зарубиться с корешами, чтобы было прям весело и ПВП-шно, Вархаммер Онлайн это ваш выбор. Такие уникальные ММО надо ценить. И, конечно, пробовать их, если есть возможность. Кто знает, насколько у этих чуваков еще хватит энтузиазма. И я благодарен команде Return of Reconning за возможность прикоснуться к одной из лучших ПВП-ММОРПГ просто в истории всей индустрии. И очень жаль, что адекватных аналогов Вахи Онлайн так до сих пор и не появилось. А с другой стороны, зачем искать заменитель Вахи, если можно спокойно катать в саму Ваху? А за просмотр, как всегда, большое спасибо. Не забудьте поддержать видос лайкосом, комментарием и по ссылке в описании заглядывайте, особенно в телеграм-канал. Это прям очень важно. До скорых встреч. Пока.